Виктор Макин Спасибо вам большое, что пришли к нам. Я понимаю, что у вас первый визит в Благовещенск, визит насыщенный, много всего происходит. Много встреч, много вопросов, много ярких событий, которые город подарил уже. Действительно, какие у вас цели и задачи? Это же не просто участие номинальное в форуме, это совершенно конкретные задачи. Но если говорить о том, кого я представляю, я представляю именно комплекс ГТО. Здесь в чем есть интерес, так как мы комплексом ГТО занимаемся с 2006 года, нашей организации. Мы проводили форумы, участвовали в форумах ГТО на Красной площади в Москве. У нас очень много интересных практик. Мы комплекс ГТО подразумеваем не так, чтобы кто-то пошел на турник, отжался, подтянулся. Для нас комплекс ГТО – это здоровое население, здоровое, которое оно может спахать поле, засеять, убрать его, разработать какую-то химическую формулу, для того, чтобы защищало граждан в этих сложных наших ситуациях, чтобы люди именно были здоровыми душой, телом и какими-то другими такими возможностями. Но это действительно залог трудоспособности нашего населения. Вот так здесь получается. Чем вы можете нам помочь? Потому что я понимаю, что основная задача – это помочь, посмотреть, оптимизировать, потому что взгляд со стороны всегда очень ценный. Ну, так как, еще раз повторюсь, очень много практик в нашей работе до появления комплекса ГТО еще до 2014 года, и те практики, которые у нас есть, работы с субкультурами, с субкультурными молодежными движениями, например, у нас очень сильно развита лига юных журналистов, которые все наши мероприятия, ГТОшные детишки снимают, делают видеоролики, монтируют, пишут статьи, они увлечены этим делают. У нас, получается, есть лига юных журналистов, юные судьи ГТО, которые непосредственно участвуют в самих мероприятиях, выдаются им знаки юных судья ГТО. Этих детей мы проводим конкурсы, мотивируем, делаем какие-то им поощрительные призы, подарки. Каждый год отправляем в мае месяце в Артек, около 30 человек от нас ездят в Артек, и дети, именно то, что мы являемся нашими послами уже там, для того, чтобы распространить нашу практику уже по всей стране. Ну, вот такие квесты ГТО, которые мы проводим именно как с детишками, для того, чтобы детей вот так же организовать мероприятие. Вот сегодня вы нас будете выполнять нормативы ГТО, немножко скучновато, нужно как-то зарядить их энергией. У нас проходятся квесты, в рамках квеста они отвечают на квеновские вопросы, собирают пазлы, еще что-нибудь в этом роде. И выполнив определенное квестовое задание, он получает право пойти на станцию и выполнить норматив ГТО. Ничего себе, как у вас это интересно, зарядка. Здесь мы это делаем в лагерях, на выездных мероприятиях, и делаем для того, чтобы у детей глаза горели и норматив выполняли. Поэтому не из-под палки мы работу всю свою ставим в субъекты, для того, чтобы человек осознал и пришел сам к нам выполнить нормативы ГТО. И также вовлекаем еще и крупные организации городово-строительные предприятия, которые у нас в субъекте есть, для того, чтобы они участвовали именно в практике выполнения нормативы ГТО, внедряли это движение в самом своем предприятии, чтобы они разрабатывали те или иные мотивационные вещи поощрения. За знаки отличия у нас есть одна из таких компаний, которая была признана лучшей практикой Российской Федерации по внедрению комплекса ГТО внутри предприятия. А что они сделали? Мы с ними полностью в течение года отработали, когда они попросили привезти им спартакиаду ГТО, сказали, сколько это будет стоить, я им озвучил смету, они говорят, это нам дорого, я сказал, давайте сделаем бесплатно. Они говорят, а что, так можно, что ли? Я говорю, да, можно. И только при одном условии вы будете делать так, как с нами мы должны это сделать. Мы это все сделали, руководители первые выполняли нормативы ГТО, подав свой пример, что они руководство тоже именно сильное, здоровое. Чем здоровее коллектив, тем он больше эффективнее работает на предприятии. И через комплекс ГТО как раз-таки это можно проанализировать, промониторить, посмотреть, насколько работник все 8 часов на производстве отдает свои трудовозможности. И после этого прошла спартакиада внутри предприятия, профсоюзная организация разработала в Ковдоговоре поощрение, раз в 4 года они премируют за знаки ГТО. И они, сами сотрудники, которые к нам приходят, выполняют, стараются на золото, потому что там премии больше за золото. И очень часто у себя в центре-то их тестирование встречаем, они такие, что пришел, у меня есть серебряный, а надо мне золотой. А постоянная организация у нас, дайте нам список, кто у нас выполнил, тот или иной знак отличия. Начинают и говорят, у тебя есть серебряный знак отличия или бронза, идем, получи премию. Нет, мне премия не нужна, я хочу золото, потому что больше раз в 4 года же. Ничего себе! Мы проводим фестивали комплекса ГТО среди органов законодательной и исполнительной власти, среди муниципальных служащих. У нас ежегодно, ну пандемия внесла свои критировки, конечно, но ежегодно около 900 участников муниципальных, государственных служащих, при выполнении нормативы ГТО, они соревнуются в этом. Виктор, я вас слушаю, мне кажется, Республика Башкортостан вообще самая спортивная у нас. Вы за вот эти вот годы, да, вы говорите, что с 2006 года занимаетесь этим, за эти годы действительно очень заметный результат получили? Вот такой вот прям раз и все, и люди стали спортивными вокруг. Нет, я здесь смотрю, здесь не только наша работа, то, что мы делаем, мы делаем ее с увлечением, так же, как и ваши все представители. Я очень смотрю сегодня на форуме, очень интересные ребята рассказывают о своих практиках, я думаю, что-то нужно принять, надо организовать форум, надо пригласить уже ваших специалистов, чтобы они рассказали, как они здесь работают. То есть здесь очень большая работа идет все-таки государство, у нас есть указ президента национальной цели, стратегические задачи, у нас есть программа демографии, это вот по программе спорт, нормы жизни, идут денежные вливания, и в принципе видно, что денежные вливания сейчас идут на пользу именно нашему населению, для того, чтобы их вовлечь в занятия физической культурой и спортом. Я так понимаю, нужно только научиться эффективно эти средства привлекать, для того, чтобы эта работа была все больше и больше. И одним из главных факторов эффективности их привлекания, это все-таки информационно-пропагандические мероприятия, которых мы вами сегодня делаем, для того, чтобы население узнало, что у вас, например, в спортивном комплексе юности поставлена шикарная площадка по программе спорт, нормы жизни, есть турники, есть тренажеры, она бесплатная, куда люди могут прийти уже сейчас позаниматься. То есть не сидеть дома, и не жаловаться, что у нас так все плохо, а потом говорят, вот я хандрю, у меня там поясница болит, или еще что-нибудь, выйдите на улицу, подышите свежим воздухом, сходите на тренажерную площадку. У вас сегодня очень интересный, я слушал доклад на семинаре, она как спикера выступала, Анна Богали, которая двукратная олимпийская призерка по биатлону. То, что она делает, и то, которое движение она запускает, здесь у вас в субъекте, ну это прям, я говорю, надо пригласить ее в гости к нам, то для того, чтобы она рассказала, как можно, в принципе, работать. Да, завтра придет, обязательно, да. Нет, действительно, это все помогает двигать спорт, в принципе, и это все помогает заражать как можно большее количество людей. Вот вы себе рисуете какие-то планы, мне интересно, на будущее, ставите какие-то цели конкретные в цифрах, вот сколько людей необходимо приобщить к этому здоровому спортивному образу. Есть планы, есть государственные задачи, которые мы должны быть, там, по оздоровлению нации. То есть вы должны их выполнять тоже, да? Они должны создать именно ту систему для того, чтобы люди сами это подумали, почувствовали и увлеклись. Просто так кого-то из-под палки на улице, на турник, там, на тренажеры, на прогулку вдоль набережной не выгонишь. А если человек увидит, что у него там друзья, товарищи, они здоровы, катаются на лыжах, они не болеют, сейчас вот у нас в пандемии это очень остро сказывается, то есть даже если он что-то заболел, он быстро это перенес, он дальше активный. А люди, которые сидят на диване, которые понимают, опять жалуются, антипрививочники вот эти все есть, они вечно никуда не нужно лезут, а потом после этого они лежат в больнице и очень тяжело переносят. В лучшем случае, что они выздоравливают, но это остается последствия. И наша все-таки задача увлечь население для того, чтобы они заботились о своем здоровье сами. Не может кто-то, глава государства, водить всех за ручку, придите, занимайтесь. Вот этим видом спорта. Вы должны сами осознать это. Вы сказали действительно про Лигу юных журналистов, Лига юных судей. Это какое количество людей вообще, какое количество детей вовлекается в этот процесс? Детей у нас около более 200 по республике, которые именно увлечены этим. С этими детишками, когда встречаешься, у них глаза горят. Мы когда детей в очередной раз из Артека привезли, обратно они у нас приехали, для того, чтобы опять их еще как-то замотивировать, чтобы было им интересно. У нас есть уже, у нас живет в республике, Джефф Монсон, есть такой, знаете, да? Получается, Грэмплинг, который у нас в республике открыл уже две школы. И он с нашими детьми, если с юными судьями, он встречался, мотивировал. И у них глаза горели, что они его увидели, а отча могли бы у него автограф взять. Но такие вот вещи маленькие, которые запоминаются. А что мы должны сделать, как взрослые, для детей? Мы сделаем какое-то яркое событие, которое у нас останется на всю жизнь. Сколько вы ярких событий сейчас можете вспомнить в своей жизни, как взрослые? А человек, который живет активно, он вчера разговаривал, с друзьями, товарищами здесь встречались. Они активные, которые там на лыжах катаются, еще что-нибудь. Он череду событий рассказывает, а рядом сидит, он 2-3 события за год вспомнил. Он говорит, дом, работа, дом, работа, дом, работа. Отвлекитесь, выйдите на улицу, есть мир вокруг. Ну что ж, вот на этой фразе, оптимистичной и правильной, мы, наверное, закончим наш эфир. Виктор, вам спасибо огромное за интереснейшую беседу. Приезжайте к нам еще. Обязательно приедем. Ну здорово. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня с гостями был Виктор Макин, председатель правления регионального центра ГТО Республики Башкортостан. Вы смотрели программу «В центре внимания». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова